В Лабожском планируют построить новую ферму. Об этом в ходе оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чебдаров. Какие еще вопросы обсудили на губернаторской планерке, расскажет Ольга Русул. Вопрос строительства фермы в Лабожском на особом контроле в профильном ведомстве уже не первый год. Теперь ситуация изменится. Принято решение о начале строительства животноводческого комплекса в этом году. С администрацией Заполярного района проведено совещание, впоследствии выездное совещание на ферму. Есть инвестор, который построит здание новой фермы на оптимальное по составу количество голов. Данная стройка обеспечена бюджетом администрации Заполярного района, деньги предусмотрены, что позволяет гарантировать того, что после строительства эту ферму у инвесторов выкупят. Сейчас решается вопрос финансирования и закупки строительных материалов. На ферме в настоящий момент трудится порядка 15 человек. Строительство нового здания фермы означает для них гарантированное сохранение рабочих мест. Еще один актуальный вопрос – повестки дня, организация проведения Дня Печоры. 3 сентября в Наринмаре состоится круглый стол с участием экспертов разного уровня, в ходе которого планируется обсудить ряд вопросов, в их числе меры по сохранению ценных пород рыб и проведении берегоукрепительных работ. Кроме того, на 6 и 8 сентября в округе запланирована экологическая акция «Чистая Арктика». В эти дни волонтерам и добровольцам предлагается выйти на уборку береговой полосы. Еще одна важная новость, озвученная в ходе еженедельного совещания главы, в Наринмаре фактически стартовал отопительный сезон. К подаче тепла технически по КТС полностью готов. Пробные топки проведены, все котельные готовы к подаче тепла. Для того, чтобы подключать абонентов, достаточно руководителям управляющей компании, а также руководителям предприятий и учреждений подать заявку в ПОК, и им будет подключение. Что касается общеобразовательных учреждений, то они уже готовы к приему учащихся. 1 сентября пороги «Альма-Матер» переступят почти 6,5 тысяч окружных школьников. Из них 686 – это первоклассники. К новому учебному году в школах округа проведены плановые ремонты. Так, в 1-й и 4-й школах реконструировали и отремонтировали спортивные залы. Проведены замены инженерных сетей в детском саду «Анушка». Также был проведен ремонт в коррекционной школе. Установлены против пожарной двери в детском саду «Семицветик». В школе имени Порерки был проведен ремонт помещений по стандартам «Точка роста». Также еще планируем завершить поискарь и виски. В завершение еженедельного совещания за особые заслуги государственную награду заслуженный работник физической культуры вручили учителю физкультуры из поселка Хрута. Дмитрий Казаков воспитал 16 мастеров спорта в родном поселке. Ольга Русл, Алексей Орлов, Телеканал «Север».